Дальше идем в наш редактор и подгружаем сюда, прямо из папки, этот файл. Дальше, что нам нужно сделать? Нам нужен вот этот файл, прикрепленный к видео, удалить, а сначала его нужно открепить от видео, вот все, он сам по себе, выделяем его и удаляем, а вместо него подставляем вот этот файл, вот он закачался, все, видите, подписано все, тащим его и сюда, подставляем ровно, соединяем с видео, потому что мы еще ничего не резали, он ровно встанет там, где я говорю и показываю, будет все синхронно. И теперь можно обрабатывать уже вместе с видео, вот так ставим курсор. Допустим, нам нужно что-то вырезать, давайте вот этот фрагмент вырежем, вот где я ничего не говорю и не очень хорошо показываю, да? Колеблется там у меня все, стабилизатор никак не куплю. Вот так вот появляется стрелочка право-влево и двигаете ее до того места, где нужно отрезать и бэкспейс жмете. Нет, не бэкспейс, тогда дел, есть тут такая кнопочка дел, на клавиатуре тоже не хочет. Хорошо, тогда найдем его сейчас вот здесь. Или вот тогда вот, наверное, правой кнопкой разделить все дорожки, удалить выбранный кусок или так. Может быть, делить тогда может, наверху еще делить есть, тогда пробуем, давайте, другую кнопочку. Вот тут будет разрез. Значит, тут, чтобы расширить все это, все дорожки, можно просто колесиком на мышке вращать или вот тут. Вот масштабирование дорожек идет. Вот тут я вижу пустое место, я молчу в это время, можно этот кусочек вырезать. Так, в одну сторону и во вторую. Да, делит наверху. Не бэкспейс, а прямо над бэкспейс идет последняя кнопка делит. Вот так. Дальше. Вот этот разрез, вот тут этот ползунок, который вращает нам все. Тут два разреза у нас. В эти разрезы можно вставить переход. Вот такой значок тут, обзначающий переход. И выбираете, какой вы хотите. Обычно берут плавное угасание или размытие. Это самые стандартные. Или вот растворение. Потому что слишком загружать переходами не рекомендую, чтобы не замыливать глаз. Вот этот выбираем сюда. И вот смотришь, как перейдет от одного кадра к другому. Вот через размытие и продолжается следующий кадр. Это просто пример. Вы выбираете, какой вам нравится. Хотела еще показать вам, как подставить аудиомузыку, которую я подобрала. Это вот сюда. Под аудиодорожку озвучки ставится музыка. Можно ее вот так двигать. В начало, в конец. В начало ролика можно тоже ставить. Например, вот такое изображение. Какое покрасивее. Вот это цветистое дерево. Давайте его в начало поставим. Характерное для Крыма дерево. Будет понятно, что мы в Крыму сразу. И на нем, на этой картинке мы что-нибудь напишем. Но это уже в следующем уроке. Жду вас там.